Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 2 октября, Православная Церковь совершает память благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцем. Святой и благоверный князь Феодор Смоленский и Ярославский по прозванию Черный родился в грозную для Руси годину монгольского нашествия около 1237-1239 года и был в крещении наречен во имя святого великомученика Феодора Стратилата, особо почитаемого русскими князьями-воинами. Воинскими подвигами суждено было Богом прославиться в русской земле и святому князю Феодору. В 1260 году святой князь Феодор женился на Марии Васильевне, дочери святого благоверного князя Василия Ярославского, и стал князем Ярославским. У них родился сын Михаил, но вскоре святой Феодор овдовел. Уже в 1261 году стараниями святого благоверного князя Александра Невского и митрополита Кирилла III в сарае столицы Золотой Орды была учреждена епархия Русской Православной Церкви. В эти годы и оказался в Орде святой князь Феодор. Отличавшийся ратными подвигами в осетинском походе, он вызвал к себе особенное расположение хана Менгутемира, почтительно относившегося к Православной Церкви, выдавшего первый ханский ярлык о церковной неприкосновенности митрополиту Кириллу. Три года пробыл святой Феодор в Орде. Наконец царь отпустил его с великой честью, и князь прибыл в Ярославль. К этому времени супруга его Мария уже умерла. В городе правила княгиня Ксения с внуком Михаилом. Ярославцы не приняли вернувшегося из Орды князя, не приявши его во град, но рекоши ему. Сей град княгиня Ксении и есть у нас князь Михаилу. Святой Феодор должен был вернуться в Орду. Там женился святой Феодор на дочери могущественного хана, нареченного в крещении Анны. Царь же его весьма чтил и повелел ему садиться напротив себя. Построил ему дворец, дал князя и баляре на послужение. Там в Орде и родились у святого Феодора Черного его сыновья – святой и благоверный князь Давид и святой и благоверный князь Константин. Огромное влияние, которое святой Феодор приобрел в Орде, он использовал во славу русской земли и русской церкви. Православие все более укреплялось среди татар. Ордынцы усваивали русские обычаи, нравы и благочестия. Русские купцы, зодчие, мастера несли русскую культуру на берега Дона, Волги, Урала и дальше до самой Монголии. Святой Феодор жил в сарае до 1290 года, когда пришла ему весть с Руси от града Ярославля, что его сын первый, князь Михаил, приставился. Дав князю богатые дары и большую дружину, хан отпустил его на Русь. Вновь став князем в Ярославле, святой Феодор начал ревностно заботиться об усилении и благоустроении своего города и княжества. Не порывались связи святого Феодора Черного и с его отчизной Смоленском, хотя княжить ему там было непросто. Так в 1297 году святой Феодор ходил походом к Смоленску восстановить свои законные права на Смоленское княжение, захваченное его племянником. Но взять город и стать снова смоленским князем ему в этот раз не довелось. Вскоре после того похода святой князь воин за ним мог. 18 сентября 1299 года угодник Божий повелел перенести его в Спасо-Преображенский монастырь и принял монашеское пострижение. Во время самого окончания чинопоследования святой Феодор попросил прервать священодействие. По благословению игумена во исполнение воли умирающего князя вынесли на монастырский двор, куда сошлось уже множество ярославцев. И исповедался князь пред всем народом, если согрешил пред кем или нелюбие держал на кого. И кто пред ним согрешил и враждовал на него, всех благословил и простил, и во всем вину на себя принял пред Богом и людьми. Лишь после этого решился смиренный воин завершить свой необычный и многотрудный жизненный путь принятием ангельского образа. Всю ночь игумен и братья молились над святым князем. В два часа ночи начали звонить к утренне. Напутствованный святыми тайными христовыми, святой Феодор безмолвно лежал на своем иноческом ложе. Когда же иноки начали третью славу псалтире, он осенил себя крестным знаменем и предал душу Господу. После него в Ярославле правил его сын святой Давид. Второй из его младших сыновей, святой Константин, видимо, почил ранее. Церковное почитание святого князя Феодора в Ярославской земле началось вскоре после его смерти. 5 марта 1463 года были обретены в Ярославле мощи святого князя Феодора и чад его Давида и Константина. Житие святого князя Феодора Черного было написано вскоре по обретению мощей иеромонахом Ярославского Спасского монастыря Антонием по благословению митрополита Московского и всея Руси Филиппа I. Русский народ сложил о святом князе Феодоре духовные песни, которые на протяжении столетий распевали калики и перехожие. В них прославляются благочестие и правосудие, милосердие и благотворительность святого, его забота о строительстве и украшении храмов, сложность исторических судеб, суровость эпохи, бесчисленное множество врагов, не личных, но врагов России и Церкви, только ярче подчеркивают для нас величие подвига святых, создателей России. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, преподобного Алексея Засимовского, мученика Засимы-Пустынника, благоверного великого князя Игоря Черниговского-Киевского, священомученика Константина Голубева-Пресвитера и с ним двух мучеников, священомученика Николая Искровского-Пресвитера, священомученика Константина Богословского-Пресвитера, священомученика Нила Смирнова-Пресвитера, преподобномученице Марии Мамонтовой-Шашиной, священомученика Никандра Гривского-Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok